Марк целый год закалялся, чтобы сегодня первый раз в жизни нырнуть в купель. Эмоций, море. Как ощущения? Хорошо, супер. Для Зайцевых испытание ледяной водой уже семейная традиция, говорит папа Марка. Купанием занимаюсь 15 лет. В первую очередь это наш православный праздник, который должны все знать, все помнить. А во-вторых, это преодоление себя, своих эмоций, сила духа. Сын пошел по стопам. Купание в проруби – опасная затея. Поэтому на местах дежурные группы медиков, спасателей и полиции. Всего в области в работе задействованы более 700 сотрудников и 300 единиц техники. На готове – плавсредства и водолазное оборудование, чтобы обеспечить комфорт и безопасность гостей водоемов. В местах, оборудованных для купания в Крещенскую ночь, имеются непосредственно купели, которые оборудованы сетками, чтобы человек не мог уйти под лед. Места для купания в Белгороде оборудованы вот такими вот теплыми палатками. Здесь купающиеся могут согреться после освежающего душа. Тепло и пахнет елью, как в бане. Приходят целыми семьями. Кто-то уже профессионал в погружении в ледяную воду, кто-то пробует впервые. Каждый находит в этом праздничном заплыве что-то свое, личное. Первый раз, кстати, за всю жизнь сейчас попробовал. Классные ощущения. Теперь буду каждый год так делать. В Белгородской области выделено 98 мест для купания. Во всех районах и городских округах всех желающих ждут до 6 вечера 19 января. Главное помнить два совета. Купаться только в оборудованных купелях и не употреблять алкоголь. Вечером, накануне одного из главных христианских праздников, православные отмечают крещенский сочельник. Это особый день подготовки. Верующие стараются провести его в храме. По традиции в Белгородском Спасо-Преображенском соборе провели торжественное богослужение. По православной традиции крещение принято отмечать походом в церковь. И хотя сегодня будний день и многие работают, главное, пожалуй, постараться сохранять чистоту помыслов и искреннюю радость в душе. Сергей Черкашин, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье.